Поговорим для начала о феномене советской фантастики. Надо понимать, что само явление фантастики научной как таковой, оно появилось во второй половине 19 века. И, в общем-то говоря, представителей было достаточно много, но мы их сейчас практически не знаем. Из тех, кого мы помним, остались Жюль Верн, Герберт Уэллс и, по сути дела, да и все. Ну, какие-то были попытки делать это и у нас еще в царской России, но в целом это распространение большого не получило. Почему она вообще возникла? Потому что, конечно же, произошли мощнейшие, одна за другой, научно-технические революции. Мир людей категорически изменился, он раскрылся очень резко. Тем более, в конце 19-го, начале 20-го века, так называемая революция не классики, в России совпавшая с революцией Серебряного века, культурной революцией, она направила помыслы образованной части населения вширь и ввысь, можно сказать так. То есть впервые, по сути дела, человек, до того вот слепо ползавший по поверхности литосферы, так скажем, да, он вдруг поднял глаза, увидел звезды и подумал над тем, что, а может быть, о чем черт не шутит. Вот тогда вот и как раз, ну, Жюль Верн до этого написал про Луну, но вот Уэллс уже пишет про Марс. У нас Богданов, замечательный деятель коммунистического движения, тоже пишет про Марс в несколько в другом аспекте. Красная звезда, инженер Мэнни, два интереснейших романа. И в целом получилось так, что это стало очень востребовано. Люди захотели узнавать что-то за пределами планеты. Планета практически вся уже доступна, почти вся открыта. Конечно, не вся, конечно, литература всякого там такого вестернизированного или ориенталистского толка, наоборот, всякие приключения там, они все равно бытовали и имели большой спрос, но появился вот этот новый феномен, который усердно подпитывался все новыми и новыми изобретениями. Ну, вот сами подумайте, практически одно поколение это телефон, граммофон, электричество, бытовое электричество, я разумею. Вот, ну, радио, как таковое, радиопередачи, это дирижабли, то есть что-то появилось, что взлетает, потом уже скоро-скоро вот-вот и самолеты появятся, уже и появились самолеты, подводные лодки и прочее, и прочее. Там фонари освещают улицы, уйма железных дорог покрыла. Конечно, это вызывало необыкновенный ажиотаж у городского населения. Подчеркну, конечно, шла перекачка сельского населения в города, ну, сейчас она практически уже завершилась, ну, почти, скажем так, совсем мало осталось. Вот, тогда этот процесс, вот он прямо был очень интенсивен. Появились совершенно новые прослойки людей, в принципе, как таковых. И новые люди хотели нового. Вот они это новые получили. И в этом ключе научная фантастика — это естественный этап развития литературы вообще, в принципе. Когда говорят, что вот, уф, фантастика, такой какой-то жанр, развлекательный и прочее, и прочее. Ну, фантастика — это вообще не жанр. Это жанр, это, допустим, условно говоря, детектив или какая-нибудь там юмореска или какой-нибудь там, какая-нибудь зарисовка, эссе, что угодно. Вот. А фантастика — это целый стиль, что называется, стиль размышлений о мироздании. Я бы так сказал. И совпала с Великой Октябрьской революцией вот эта история. Ну, с Серебряным веком, к сожалению, не получилось взаимодействовать. То есть, отдельно социальная революция, отдельно революция в искусстве. То есть, культурная такая. Но так или иначе, новое время теперь наступило зримо. И это самое новое время потребовало от искусства реакций совершенно иного толка. Мы устремляемся в будущее. Мы новая страна. Мы должны понять, какое это будет будущее. А может быть, где-то оно уже и наступило, и мы должны его описать тогда. Ну, это так называемая фантастика ближнего прицела, да? Что где-то кто-то вот что-то изобрел. А может быть, он и на самом деле изобрел. Тем более, что было и так, и эдак. Вот. И получилось, что советская фантастика развивалась совершенно самостоятельными путями в значительной мере в пику фантастики американской. Ну, англоязычной, так скажем. Вот. Если американцы пошли по пути, скажем, ну так, наращивания конечностей, условно говоря, то есть, огромного количества всяких приключений старого типа, только помещенных в какую-то необычную атмосферу, необычную обстановку. Вот, пожалуйста, романа Берроуза. Запросто. С одной стороны, Берроуз пишет про Тарзана, с другой стороны, он берет этого же самого Тарзана, помещает его на Марс, получается Джон Картер. И бесконечное число повторений. Ну, на самом деле, по сравнению с современными сериалами, не такое бесконечное, но много. Много это читают, взахлеб. Но что мы там видим? Мы там видим ровно то же самое, что мы могли бы видеть где-нибудь в африканских джунглях или в каких-нибудь дебрях Амазонки или что-то вот в этом роде. То есть, фантастика как метод декора. Метод декора для приключений, для какой-то движухи, попросту говоря, по-современному. Советская фантастика шла иными путями совершенно. Причем, начало положил никто иной, как Красный граф, великий писатель, ныне совершенно, ну как он, практически он полузабыт, по большому счету. Его мало читают, его убрали из школ. Я вот еще писал сочинения по Петру Первому. Сейчас Петра Первого нет в школах. Алексей Толстой, я разумею, который написал не только Петра Первого и не только золотой ключик про Буратино, но также написал еще гиперболоид инженера Гарина и, конечно, Аэлиту. То есть, Аэлита — это некий такой отправной, что ли, момент для именно советской фантастики, когда мы летим на тот же самый Марс, ну как прилетали с Марса к нам, да, у Уэллса, всякие злобные существа, слезняки, да. Потом, значит, вот-вот появится Бироус, и будет он Марса завоевывать. А здесь нет. Здесь не завоевательная миссия, а миссия такая гуманитарная. С одной стороны, это фантастика социальная, с другой стороны, это фантастика лирическая, потому что это любовь. Вот, любовь, космос, Марс, прекрасная женщина, при этом тут же американский журналист, который ни черта не понимает происходящим и все хочет как-то вывести этого главного персонажа на материальный интерес. А Мстислав Сергеевич Лось, главный герой, он как-то даже не обидно так смеется и говорит, да, собственно, про что вы? Поговорить давайте, зачем мне какие-то там эксклюзивные права, там какие-то проценты от гонораров, к чему вообще все это? То есть, этим показано прекрасно совершенно вот это все отличие нашего народного духа, если угодно, а так и есть по большому счету, потому что этот лось, по сути дела, это такой собирательный образ. С одной стороны, он из истории еще былинный, с другой стороны, он некий левша, как Данила Камнерез, как позже Бажов напишет, да, это все вот этот вот такой народный типаж. И он сразу задал планку определенную, конечно же. Ну, потом стали писать, но так как Алексей Николаевич Толстой был писатель великий, выдающийся совершенно, то он написал выдающиеся произведения. Другие, кто писал после, они, конечно, были существенно его слабее в плане именно литературного искусства, поэтому и запомнились меньше. Но хотя кое-кого мы помним, например, безусловно, Александра Романовича Беляева, да, вот Беляев начал писать тоже. Некоторые вещи Грина, они наполнены вот этой такой чарующей фантастической ноткой вот тоска по не сбывшемуся. Здесь, конечно, наша вот эта вот родная фантастика, она тесно сходилась с очень такими необычными состояниями сознания, с необычными устремлениями, необычными переживаниями. Это не такой плакат голливудского боевика, вот это не про Рэмбо, это не про вот эту всю песню с припевом, это вещи гораздо более тонкие, гораздо более глубокие. Вот, но были всякие, опять-таки повторюсь, то есть в этом плане довоенная фантастика, она в целом, конечно же, была на невысоком уровне. Если взять там рассказы Адамова, например, то, ну, мы там увидим, ну, некое, производит такое достаточно забавное впечатление, но очень много такого вульгарного социологизма, как бы мы сейчас сказали. То есть фантастика на потребу дня. Вот у нас ищут шпионов, и мы в фантастическом романе тоже ищем шпионов. Ну и, разумеется, их находим, да, иначе бы романа не было. Ну вот, но уже Беляев писал, сознавая неполноту своего творчества, что будущее советской фантастики, оно, вообще-то говоря, лежит не в области изображения научно-технических каких-то приспособлений, а в изображении человека будущего. Сам Беляев понимал, что с людьми у него не так хорошо получается, как вот с этими сложными такими научно-социальными идеями. Ну, с людьми будущего, преимущественно, вот он. Ну, написал он «Звезду Кэтс», но он сам был недоволен этим произведением, потому что все-таки там люди такие, они прям к нам приближены. И в этом ключе он, можно сказать, что Беляев, он, как бы, предвосхитил явление Ефремова. Вот. Потому что появление Ивана Антоновича на ниве литературы, но оно состоялось в 44-м году, когда он после тяжелой болезни написал несколько рассказов, они были напечатаны. Но написал там повесть «Звездные корабли» в 45-м году. Вот. Это все было очень интересно, но в целом это тоже было вот в рамках такой фантастики ближнего прицела, а может быть вообще даже и не фантастики, а просто каких-то необычных историй. Но то, что было написано в 57-м году, ну, написано в 55-м, 56-м, а издано в 57-м, так скажем, «Туманность Андромеды», это, конечно, был поворотный этап вообще, в принципе, фантастики как жанра. И я подчеркну, что когда спустя 10 лет во Франции издавался десятитомник шедевра научной фантастики, и как это называлось, шедевр мировой научной фантастики, десятитомник, первый том — это была «Туманность Андромеды». И французы написали в предисловии, что в этом романе мы видим не какие-то химеры, а прозорливое предвидение лучшего будущего. То есть это вещь, которая получила признание по всему миру. И в этом ключе, конечно же, очень большое количество авторов, которые появились, но они во многом появились одновременно с Ефремовым, их перечислять сейчас было бы даже достаточно затруднительно, там это и Мартынов, и братья Стругацкие, и Олесь Бердник, и много кто еще. Потом появились и Сергей Павлов, и Гонцовский. Конечно же, на их фоне Ефремов выделялся, выделялся прежде всего, чем? Конечно же, своей очень большой основательностью того, что он предлагал. Ефремов был ученый. Он был ученый, и он вошел в литературу именно как ученый. И в этом ключе его литература была продолжением его научных изысканий, скажем так. Его изысканий мировоззренческих. Если то, что написали, условно говоря, братья Стругацкие, явилось разновидностью такого активного действия, которое тоже захватывало, оно интересовало, но при этом оно далеко особо не смотрело. То Ефремов сразу задал планку на тысячелетия вперед. И в этом плане, конечно, можно сказать, его тип мировоззрения оптимистический, но очень сдержан оптимистический, потому что он ничего не писал там про 22 век, полдень человечества, ничего не писал там, как Кирбулычев, про 21 век, про Лису Селезневу. Он относил на много столетий в будущее. Так или иначе, он стал такого рода патриархом, что ли, всей отечественной фантастики. К нему обращались, он входил в редколлегии очень многих журналов, он давал свет очень многим, пробивал труды очень многих, ну, в том числе, кстати говоря, и братьев Стругацких тоже. Причем даже для зарубежного читателя было несколько изданий за рубежом, которые по совету Ивана Антоновича, английские издатели, американские издатели, это значит, все делали. И основной ключевой момент в итоге, вот если мы так суммируем вот эту вот тему советской научной фантастики, ключ заключается в чем? В том, что будущее, оно может быть проблемным. Нельзя говорить, что вот советской фантастики прямо такое светлое будущее. Чтобы описать светлое будущее, это надо ухитриться. Это на самом деле очень непростая задача. В значительной мере, конечно же, очень много катастрофических оттенков и фантастики советской, то есть, ну, как катастрофических. Она, эта фантастика проблемная, эта фантастика непростая, психологическая зачастую, то есть, с попыткой показать людей, которые не похожи на людей современных. Вот. В пику, то есть, это в пику самое продолжилось, как началось, так и продолжилось и развелось. В пику фантастики, конечно, англоязычной, где мало что изменилось, и где 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы были наполнены просто потоком произведений мастеров выдающихся, но мастеров, которые работали, скажем так, в узких границах, в узких мировоззренческих границах, я бы так сказал. Вот это ключевое отличие нашей советской школы научной фантастики от зарубежной. Это же отличие, оно не единственное. То есть, отличие вообще наших стилей мировосприятия, оно проявлялось везде. Вот даже в такой культовой форме времяпрепровождения, как хоккей, например. Вот есть советский хоккей, потрясающий совершенно, который с ноля появился, по сути дело самостоятельно, который впитал в себя энергетику коллективизма, энергетику какого-то такого вот что-то отлившиш, такого хитрого, такого проникновенного, необычного, взрывающего шаблоны какие-то. И хоккей канадский. Бьемся, выходим как на драку, как на какой-то смертный бой. Ну, то есть, у нас этого быть не могло, потому что у нас был смертный бой, и мы знали цену этому, да, и понимали, где игра, где, так сказать, сражение на жизнь, а на смерть. Вот. А эти люди не понимали. И у них все это по-другому складывалось. То есть, это, в принципе, единая морфология советской культуры, которая в своих наивысших проявлениях каких-то представляла и будет представлять Советский Союз в будущем, как своего рода, ну, как вот на выставке достижений мирового галактического хозяйства, если угодно. То есть, вот эти вот пики определенные, да, как советская научная фантастика, как вот какие-то достижения в спорте, достижения в культуре, там, советская живопись. Вот. Это очень органично сочетающиеся феномены, которые выросли из единого корня и которые, безусловно, очень далеко отстоят от аналогичных процессов, которые развивались за океаном. Ну, или в Европе, если так можно сказать. Вот. Поэтому тут одно другим подменить никак не получится совершенно. Советская фантастика. Но это, знаете, как то же самое, ведь мы можем сказать, как русская литература, она существенно и качественно отличается от всей другой. От английской литературы, от американской литературы, от французской литературы. Ну, кто угодно. Анаре де Бальзак, да, но он не психолог, например. Он не психолог, он социолог, он экономист частично, он такой где-то даже политик, но нет в нем вот этой проникновенности, которая есть у наших великих писателей, там, у Тургенева, у Чехова, у Толстого и так далее. Вот. То есть здесь советская фантастика, с одной стороны, как представитель советского проекта, как сейчас модно говорить, в целом, такого, такой красной энергетики, а с другой стороны, она как выразитель исконно русского духа, который со времен средневековья демонстрирует вполне себе определенные черты. То есть стремление добраться до последней правды, стремление максимально широко охватить вопрос. Ну, когда-то этим вопросом была территория Восточноевропейской равнины, и вот его охватывали максимально широко. Вот. То есть это все имеет очень серьезные исторические обоснования. Какие угодно. это историческая география, это историческая психология, вот, это историософия, если угодно. То есть мы наследники многовекового пути, это надо понимать. И в этом ключе, вот, советская научная фантастика, это, конечно, одно из таких ярчайших проявлений многовекового процесса. Разумеется, если мы возьмем, кого-нибудь выдернули бы из этого многовекового процесса и поставили бы его напротив, сказали бы, вот, почитаю эту книгу, как тебе, да? Вот. Ну, понятно, что там было бы полное непонимание, недоумение и такое, о боже, уберите от меня это. Вот. Но речь идет про другое. То, что морфологически это родственные структуры, морфологически это родственные явления. И в этом ключе, ладно, Советского Союза нет. Но мы-то остались не только те, кто помнит, но и осталась пока в целом русская цивилизация. То есть мы можем брать вот эти вот высшие пики достижений, вдохновляться ими, находить свою собственную идентичность, сообразуясь с ними и осмысляя их, подивиться в значительной мере тем вопросом, который, а может быть и тем ответом на эти вопросы, да, тоже не всегда нам понятны, которые ставили и которые вот продемонстрировали замечательные авторы, целая плеяда авторов, вот, вплоть до Василия Васильевича Головачева, вот, которому вскоре, кстати, 75 лет будет, вот, тоже очень большой мастер. А так, конечно же, сравнивая отдельных писателей с Ефремовым, мы видим сходство, мы видим различия, но в целом они представляют единый пул. Вот такова советская научная фантастика, которая, да, она прекратила свое существование, безусловно, с Советским Союзом и, ну, здесь уже оно случилось, бесполезно как бы стенать по этому поводу, оно уже произошло. И в целом крен жизни, который последние 30 лет происходит, он не способствует возрождению именно фантастики научной, а скорее способствует такому развитию тем эскапизма, ну, то есть, бегства от реальности, именно такого развлечения, спуски на тормозах каких-то проблем и решения серьезных вопросов волшебным образом. Ну, а почему волшебным образом? Потому что в реальной жизни не видно каких-то ходов для того, чтобы эти проблемы были решены. И поэтому для большинства даже их и ставить-то как-то немножко стрёмно, прямо скажем. Вот. Ну, поставишь проблему, потом что с ней делать? Потом нужен или световой меч, да, или какой-нибудь камень бесконечности. Вот тогда ты начинаешь оперировать реальностью. Да и наука сама она существенно изменилась. Это тоже надо понимать. То есть, конечно, классическая позитивистская наука, она остается фундаментом определенным, но как бы фронтменом-то является уже пост не классика, даже не простая не классика Эйнштейна, вот Эйнштейновская там, Юнговская и прочее. Вот. А уже пост не классика, аспекты квантовые, синергетические. Вот. Но это нуждается, конечно же, в очень серьезном осмыслении. И для того, чтобы вот писать, сообразуясь вот с этими новыми, это даже не веяниями, это даже не тенденциями, а просто магистралями какими-то. Для этого надо быть очень образованным человеком. Надо быть человеком энциклопедически образованным. Вот. Вот Иван Антонович был таким, и в значительной мере он предвосхитил, собственно говоря, и развитие очень многих аспектов. Тут можно достаточно долго говорить. Вот. И, конечно же, как бы саккумулировал вопросы и ответы. И в определенном смысле сыграл роль Александра Сергеевича Пушкина для русской литературы. Вот. Ну, в данном случае мы речь ведем именно о направлении фантастики, но то, что русский язык он раздвинул, это безусловно. Как сделал это Пушкин. Вот. Ну, и в принципе, фантастика же, она для чего еще была необходима? Чтобы на языке мы могли говорить о вещах, про которые до того могли говорить только ученые. Понимаете? О космосе, о других планетах, о необычных состояниях материи, о гипотетических инопланетянах. Про все это надо было сказать на языке художественном, красочном языке, насыщенном, сюжетном языке. Потому что кроме большого космоса сразу возникла, разумеется, проблема малого космоса, внутреннего, то есть вот того, как человек будет меняться, сообразуясь с внешними условиями. Вот наша советская фантастика, она в значительной мере постаралась ответить на эти вопросы, как-то их осветить. Тот же Сергей Павлов в «Лунной радуге». Ну вот, Олесь Берник, я уже сказал, конечно, это сага, такой космический грин просто. Частично это Владислав Петрович Крапивин с его фантастическим циклом в глубине Великого Кристалла. Это уже, конечно, очень такие серьезные философские заходы. Ну и последнее, пожалуй, что я скажу по этой теме. Наша литература, в принципе, всегда была философична. Вот это важный аспект, который всегда необходимо держать как бы перед собой. На Западе такого никогда не было. Ну почему? Потому что, в принципе, культура Запада с самых ранних своих моментов становления была культурой секулярной, была культурой очень разделенной на отдельные компетенции. То есть философ занимается философией, богослов занимается богословием, писатель пишет книжки. Понятно, да? То есть вот у нас такого не было никогда. Богословия у нас не было, философии у нас никогда не было. У нас были люди, которые мечтали, которые ходили по миру и потом пытались записать то, что они находили и намечтали. Вот так, по сути дела, родилась русская литература. А так как свято место пусто не бывает, то поэтому в нашей литературе саккумулирована и психология, и философия, и частично богословие даже, ну, по крайней мере, вопросы богоискательства. Они, может быть, и не так ярко выражены, но мы можем переложить эту же тему, допустим, на многие явления той же советской фантастики, и мы увидим, что вот она линия, эта прямая. Да, другими словами все названо, другие, скажем так, какие-то критерии, другие кластеры идей, но суть, вот этот поиск внутреннего человека, поиск человека космического, как нам собрать человека для будущего, вот эти все вещи, вот, это наша исконная тема. Она прослеживается, ну, по крайней мере, с века с 15-го, а может быть, еще и пораньше. Вот я как историк просто скажу. То есть это многовековая наша тема, которая привела нас к классической русской литературе, а потом привела к советской научной фантастике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова